Укус не из приятных. С наступлением весенне-летнего периода в области активизировались клещи. Эти маленькие паукообразные подстерегают на прогулке по парку или в лесу. Если комариной укус не навредит и ничего кроме раздражения не вызовет, то укус клеща может быть опасен. Одно из главных заблуждений в том, что клещи живут на деревьях. На самом деле эти паукообразные обитают в траве. Медик рекомендует использовать репелленты, чтобы обезопасить себя от укусов. А чтобы после прогулки не пришлось бежать в лабораторию, одежду для променада стоит выбирать правильно. В опасный сезон никаких коротких джинсов и шорт. Если все же человек стал жертвой клеща, необходимо обратиться к медикам. Они его безопасно извлекут и обработают рану. Бывает, что добраться до травмпункта или больницы проблематично. На этот случай у врачей также продумано решение. Удалить клеща надо немедленно. Не надо оттягивать этот момент. Что необходимо? Любыми подручными средствами. Или ниткой, или пинцетом. Или можно заблаговременно приобрести, специально если сейчас устроится, продают в аптеках или в магазинах медтехники. Специально для удаления клещей. Клещи – переносчики опасных инфекционных заболеваний – энцефалита, бролиоза, тулеремии. После извлечения паукообразного следует отнести его в лабораторию. Специалисты проверят, не является ли маленький обидчик переносчиком инфекций. Если исследования подтверждают, что клещ зараженный, укушенному предлагают сделать дополнительные анализы. Если клещ оказался энцефалитным, то нужно в течение трех дней обратиться к своему терапевту, чтобы он назначил иммуноглобулины, которые колются в течение 72 часов. Если в клеще, допустим, было обнаружено баррели, то можно через три недели после укуса сдать кровь на иммуноглобулины М и Г. Они формируются в течение 21 дня, и там уже будет известно, заразил клещ человека или нет. Лучше предупредить, чем лечить. Даже если клещ оказался инфицированным, есть возможность не подцепить заразу. Зависит это от количества времени, которое клещ провел в организме, и от иммунитета человека. Прививаться надо до сезона, то есть осенью, чтобы выработался иммунитет, и уже в сезон клещевым энцефалитом заболеть уже в принципе невозможно. Профилактику заражения проводят не только медики, но и городские власти. Дважды в год представители подрядной организации опрыскивают территорию города химикатами против членистоногих. Иваново наряду с Заволжском и Кинишмой на первых строчках по количеству зараженных клещей. Проводится мероприятие по расчистке сухостоя травянистой растительностью с целью лишения мест гнездования клещей. Также проходит аккорицидная обработка парков, кладбищ городского округа Иваново. По состоянию на 11.05.2017 года наличие клещей на территориях общего пользования не зафиксировано. По области еженедельно регистрируется до 180 случаев укусов. Извлечение клеща, последующая обработка раны, необходимость сдавать анализы, а в крайнем случае еще и принимать лекарства, незавидные перспективы на теплые дни. Ежегодная вакцинация от энцефалита и соблюдение рекомендаций врачей помогут получить от лета только самые позитивные эмоции. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.